здравствуйте решили записать подкаст и ответить на несколько вопросов которые поступили после предыдущих роликов которые касались ландшафтного дизайна первый вопрос на который хочу ответить звучал так какого материала и какой ширины лучше всего делать дорожки саду в местах с высокой нагрузкой самом деле вопрос совершенно не праздный потому что когда мы попадаем сад который уже был сделан до нас его делали сами собственники этого участка обычно с дорожками там есть ряд моментов который повторяется садов сад во первых они действительно очень узкие их расположение довольно часто вызывает масса вопросов вопрос касаемо ширины да если мы с вами говорим о участках с высокой загрузкой это обычно от парковки до главного кольца жилого дома до второе это от жилого дома до бани и третье это от жилого дома до сада огорода то есть туда куда бегают хозяйка чаще всего или ходят хозяева с гостями чаще всего значит ширина этих дорожек должна быть минимум 90 сантиметров если вы хотите чтобы по ней свободно шел один человек метр двадцать или вы хотите что пошло два человека то есть 40 сантиметров это просто тропиночка это конечно не дорожка можно такую дорожку делать если это пошаговые например мощение да есть плиты 40 на 40 они могут быть либо из камня сделаны из натурального либо некоторые производители тротуарной плитки сейчас делают плит такого размера есть плиты крупнее например 40 на 60 60 на 90 но это уже сложнее найти но дорожка из них будет более интересная значит и по цвету скорее всего лучше всего самый такой стандартный цвет и самый бюджетный это серый он подойдет к любому совершенно участку к любому дому он впишется реально совершенно к любому озеленению и будет смотреться очень нейтрально и такое впечатление будет как будто тут он лежал всегда давным-давно вот либо если мы говорим с вами что это натуральный какой-то материал то тоже какая-то серо-зеленая гамма или там серо-коричневая она предпочтительнее потому что она самая нейтральная это вот что касается дорожек из чего они могут быть сделаны но во первых тротуарная плитка да значит и тут у вас два варианта либо вы берете плитку которая сделана методом вибропрессование либо методом вибролитья как их отличить вибролитье это очень гладкая плитка там по технологии довольно жидкий раствор который заливается формой там застывает а вибропресс это уже когда довольно густой раствор он такой крупинчатый и эти крупиночки прессуются прессованная плитка она у нее срок если сделано на на заводе сделано качественно то срок эксплуатации такой плитки исчисляется десятилетиями то есть принципе можно сравнивать либо с натуральным камнем либо можно сравнивать с клинкерным кирпичом то есть это 20 30 40 лет и может быть даже и более если литье то тут два отрицательных момента первое из них это то что уже через несколько лет она начнет постепенно отслаиваться крошиться то есть она начнет портиться и второй момент который очень важен это то что за счет того что она очень гладкая то когда у нас начинаются температурные скачки через ноль да и налить образуется она безумно скользкая этот момент очень важен особенно если мы говорим о том что там вы приехали поставили машину на парковку и пошли до дома да вы можете просто упасть не дойдя до крыльца жилого дома настолько она скользкая поэтому лучше конечно брать выбор прессованную плитку значит это первый вариант второй вариант это натуральный камень и здесь уже самый наверное лучший вариант оптимальный если мы выбираемся на качество это песчаник эта порода довольно таки прочная срок эксплуатации у нее довольно долгий то есть вот я наблюдала там камень который лежал 20 лет с ним ничего еще не произошло и скорее всего ближайшие там десятилетия второе тоже опять-таки ничего не произойдет укладывается она если она пиленная примерно так же как тротуарная плитка бетонная либо можно брать ее так называемый рваный край да это когда она колотая вот тогда нужно будет единственный минус это нужно будет ухаживать за швами специалиста какой фирмы какого профиля можно пригласить для проектирования системы капельного и не только капельного полива для проектирования пруда или канала для отвода воды участок уже жилой засаженный не питер ну спасибо что вы указали что это не пить и потому что так бы можно было бы возможно какие-то конкретные компании указать значит ситуация какая значит для того чтобы сделать грамотную систему полива нужно пригласить специалистов компании которые занимаются именно автоматическим поливом вот но тут такой момент что ты дашь тех задания там пяти специалистам и они все пятеро сделают скорее всего разные проекты поэтому так и надо поступить то есть вы найдете несколько компаний местных которые занимаются предоставляют такую услугу составите для них тех задания и посмотрите потом мы что они вам предложили и спросите у них почему предложили именно такой вариант тогда уже вы можете принимать решение кому это доверить значит естественно эту услугу если она совсем небольшая да там если вам нужно капельный полив сделать на какой-то определенной клумбе или в парнике либо вы купите просто есть такие отдельные небольшие системы которые продаются именно для локального полива да вот либо просто вы доверите знакомую сантехнику в принципе такие варианты тоже возможны но обычно конечно специалисты которые именно на автоматическом поливе специализируются они сделают это скорее всего более оптимально значит что касается проектирование пруда или канала для отвода воды тут вариант какой либо вы найдете компанию которая занимается только прудами водоемами или водоотводом но так как я не знаю ваши локации я точно не могу сказать если у вас специалисты которые занимаются только этим вот либо вам нужно найти какого-то инженера гидротехника второй вариант либо третий вариант найти ландшафтную компанию вашем регионе которая в частности еще занимается прудами водоемами в любом случае вам нужно очень четко понимать что вам нужно чтобы выдать именно как техзадание тогда вы от этих заданий можете опять таки разослать нескольким специалистам и получить несколько вариантов решения вашей проблемы следующий вопрос был значит в чем принципиальное отличие ландшафтного дизайна дачи от ландшафтного дизайна хутора и как обустроить огромное количество земли вокруг построек не превращая все в газу значит но тут в данном случае непонятно что вы имеете ввиду когда называете свое свой участок хутором до целевое назначение его то есть если у вас там какое-то обособленное сельхоз хозяйства либо его нет либо это просто большой участок земли отдельно стоящий где у вас там большая дача в любом случае вам нужно определить все структуры ну касается в принципе и дачного участка да вам нужно определить все структуры которые вам нужны будут на участке и принять решение какие из них вам нужны ближе к жилому дому а какие то дальше вот это принципиальный момент да потому что возможно там будет еще какое-то второе третье здание которое нужно подключить к водоснабжению канализации а это у вас рядом с домом и соответственно а что касается обустройства скорее всего что вопрос имел отношение именно к озеленению да то в любом случае первое это очистить все от мусора второе значит если природный ландшафт там это какая-то луговина поле то возможно основную часть таковое оставить может быть подсадить какие-то где-то деревья которые ветрозащитную какую-то функцию будут нести до или обогать от ландшафт а уже более такие нарядные какие-то посадки в виде клумб это уже перенести как раз вот к той части которая у вас рядом с домом любом случае вам нужно хорошо обдумать это потому что часток даже там 10 соток его довольно сложно эксплуатировать в плане прополки полива а если мы говорим с вами о гектарах то это обычно просто невозможно следующий вопрос у нас шел по поводу забора и ветра на самом деле вопрос очень интересный правильный мало кто об этом знает все кто ставит забор забор из металлопрофиля и если у них участок находится в ветреных местах она или поздно сталкивается с тем что поставив такой сплошной забор они усиливают ветер на участке это происходит потому что ветровые потоки которые сталкиваются забором перескакивают просто поверху этот забор получается что в какой-то там через какой-то промежуток там через несколько метров после забора происходит просто турбулентный удар то есть вы можете загорать на газоне и ветер на вас будет не сбоку идти а сбоку и сверху поэтому чтобы защитить свой участок от ветра нужно наоборот забор делать не сплошной а разряженный то есть это либо штакетник не сплошной либо какая-то сетка либо изгородь но изгородь довольно опять-таки зеленая изгородь довольно таки разряженная таким методом если мы с вами будем огораживаться от ветра мы действительно огородимся от него теперь у нас поступил еще прекрасный совершенно вопрос как поживает кот но кот прекрасно поживает он себя замечательно чувствует передает вам всем привет надеется на скорую встречу пока ждет снег пока еще не дождался и последний вопрос значит почему нельзя сажать семечковые вместе с косточками касалось дело плодового сада это понимаю на самом деле сажать их конечно можно более того все это делаю какое уже десятилетие подряд просто в силу того что у нас настолько небольшие участки что отделить семечковые косточковые еще наверное никому не удавалось сажайте будет все хорошо спасибо вам за ваши вопросы задавайте еще я с радостью отвечу до свидания до новых встреч